всем привет с вами светлана и сегодня я буду делать маникюр с покрытием гель лаком сушкой и так далее сама первый раз вот такие вот у меня ноготочки они уже отросли и сейчас мы будем спиливать верхний слой паутин 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 для труднодоступных мест таких вот в уголках сбоку я возьму другую насадку тоненькую буду работать а 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 так выглядит ноготь после снятия гель-лака аналогичным образом я буду продолжать снимать и на остальных ноготках вот так выглядят ноготочки сейчас я еще пройдусь пилочкой и буду корректировать форму потому что я уже с такими длинными ходить не ваку самая муторная долгая часть закончена вот так выглядит ноготочки кутикула обработана возле ногтевое пространство тоже и наши ногти готовы к покрытия девчонки еще немножко укоротила форму и спилила гель-лак до своих ногтей вот так они выглядят это свои ногти сейчас пройдусь по ним пилочкой создав искусственную неровность и будем обезжиривать в роли обезжиривателя у меня выступает обычный медицинский 70 процентный спирт он быстро подсыхает мне кажется удобно возможно потом я буду пользоваться какими-то профессиональными средствами девчонки расскажите пожалуйста кто делает себе сам маникюр вы спиливаете гель-лак до своих ногтей или все-таки оставляйте немножко его на своих ногтях ну не знаю с целью придания толщины потому что я делаю первый раз я решила его все-таки спилить обезжириваем каждый ноготочек сейчас будем наносить базу у меня вот такая база правильно не знаю как она называется блюзки я взяла самый бюджетный вариант в магазине профессиональным стоят они 100 рублей база у меня и лаки от блески по моему только чуть подороже инди фирма так а топ у меня тоже блески и лак тоже блески фирмы все они по 100 рублей вот гель-лак кому интересно вот такой лампу я буду использовать тоже самую бюджетную я не дождалась своих посылок с алиэкспресс уже почти три месяца прошло и решила купить вот так выглядит моя лампа вот она вот она здесь такая кнопочка таймер 120 секунд включение выключение внутри вот такие лампы видите вот вот так выглядит коробочка мощность 36 у нее 450 рублей она была на акциях это китай ну посмотрим будем тестить на нашу вазу прокрашиваем кончики и все ровненько ставлю в лампу сейчас посмотрим за сколько времени он схватится он упечет здорово кстати значит работает девчонки база схватилась минуты за две все таки долго получается наверное лампу сушит вот маленькая мощность ну на первое время мне хватит начинать все таки лучше с таких мне кажется лампа потом уже если это дело вообще понравится и зайдет переходите на профессиональный сейчас я покрываю базой все остальные ноготочки и буду их высушивать сушим следующее приступаю нанесению к нанесению гель-лака я вот такой вот оттеночек сегодня для себя выбрала это светло-коралловый цвет очень приятный ну и поехали оттеночек кстати 64 а а а а а а а а девчонки лак немножко полосит поэтому буду наносить в два слоя вот так девчонки выглядят первый слой сейчас я буду наносить второй и пару ноготочков покрывать блесками вот как выглядит одна рука здесь два слоя блески кстати блесками девчонки очень круто перекрываются косяки если нет желания спиливать ноготь и делать все заново то блески вам в помощь сейчас будем делать вторую руку а 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 ну все девчонки вот мои ноготочки сейчас будем покрывать их топом топ у меня кстати без липкого слоя и досушивать ну вот и все девчонки закончен мой маникюр сейчас по завершении всего этого представления я пройдусь по кутикуле витамином е жидкий витамин а е все это в принципе очень здорово влияет и на ноготочки и на кутикулу вот такой девчонки результат есть конечно косяки но в целом я довольна маникюром посмотрю как будет носиться расскажу вам обязательно об этом вот так ноготочки мои выглядят вблизи и мне нравится буду девчонки и поделюсь с вами это мой первый раз без косяков конечно никуда но зато я теперь знаю на что нужно обращать внимание с чем нужно быть поаккуратней а если вы тоже заметили какие-то косяки ли я что-то я делала неправильно по любому что ты делаешь неправильно хотя в целом картина неплохая пишите обязательно в комментариях мне очень будет интересно послушайте ваш опыт ваши советы надеюсь вам это видео понравилось и будет полезно может быть даже новичкам кто тоже хочет делать себе и лакши лак на дому я с вами прощаюсь спасибо огромное что были со мной за просмотр обязательно подписывайтесь на мой канал впереди нас ждет много интересного всем пока пока